Всем привет, я Валерий Хаблов, канал Старая Голубятня. Вот уже месяц я эксплуатирую патрон диаметром 100 мм и уже можно подвести некоторые итоги. Первоначально казалось, что масса патрона значительная и для мощности станка 370 Вт это будет многовато. Но опыт работы показал, что станок справляется с такой нагрузкой. Я бы сказал, что даже и не замечаю затруднительного какого-то вращения. Но большая масса имеет еще и плюс в том, что вращение идет более плавно. И при резании это хорошо ощущается. Что еще положительного? В этом патроне губка имеет длину 15 мм при креплении в распор. То есть суммарно линия контакта 45 мм. Кроме этого, здесь еще есть возможность шире развести кулачки, то есть площадь захвата получается больше. И деталь устойчивее держится на патроне, чем, скажем, на патроне 80 мм диаметром. Здесь более узкие губки. Здесь линия контакта 33 мм. И сравнивая работу на этом патроне и на этом, то можно сделать выводы, что большие детали, массивные, удобнее делать на этом патроне, на большом. Кроме этого, я уже наработал опыт использования резца, изготовленного из сверла. Ну, по просьбе трудящихся, немножко подробнее расскажу, как я делал этот резец. Ну, сама режущая часть это сверло. Есть отдельное видео по изготовлению. А вот держак был изготовлен из конструкционной стали диаметром 20 мм. Внутренний диаметр 10 мм здесь. Ну и винт зажимной на 5 мм. Просверлено отверстие и нарезана резьба. Длина металлической части держака здесь где-то около 40 см. Общая длина с ручкой 65 см. Ручку просто засверлил диаметром, сверлом диаметром 20 мм. И на эпоксидку вставил без всяких колец, вклеил сам держак. Ну, суммарная масса где-то килограмм 200 граммов. Вот как для чернового резца это очень важно, поскольку очень удобно работать. И на большом удалении от подручника. И масса предохраняет режущую часть от вибраций. Она здесь короткая и плавно идет резание. Вот. Ну, по такому же принципу сделанный резец для внутреннего точения. Значит, здесь отверстие сделано на 8 мм. И здесь я использовал фрезу. То есть, делал желобок и из этой фрезы, из хвостовика, получилось вот такой V-образный профиль. Ну, этим резцом удобнее выбирать внутри. Здесь тоже суммарная длина примерно 650 мм. Но металлическая здесь короче. Я специально не подбирал длину, что удалось купить, то я и ставил. Значит, единственное, что я хочу предупредить заранее, не берите мне ржавейку, поскольку ее очень трудно просверлить. То есть, сделать канал очень тяжело. Канал я делал следующим образом. Зажимал в патрон сверло. Ну, понятно. Устанавливал патрон. Зажимал сверло. Керном намечал центр. И предварительно засверлив неглубоко дрелью. Просто вручную. Ну, старался как можно ровнее. Проворачивая, проворачивая, сверлил. Придавливая рукой, вынимая, смазывая сверло. Ну, и таким образом просверлил на всю длину сверла канал. Ну, при работе с нержавейкой пришлось покупать специальное сверло, поскольку очень сильный нагрев. Ну, в общем, гораздо больше времени не заняла работа. Ну, в принципе, вот два основных рельца. У меня сейчас, я другими практически не пользуюсь. Из сверла идет у меня как черновой резец. А обычной формы из фрезы, это для внутреннего точения. Ну, у нас тут делали как раз на днях расчистку деревьев и спилили ясень. Ну, это разновидность ясеня какая-то. Но, в всяком случае, текстура красивая, желтоватое дерево. Кора не очень. Ну, этого материала сейчас у нас в достаточном количестве. Причем еще и веток много, которые пойдут дрова. То есть, работы получилось сейчас много. Поэтому, надо как можно быстрее все это переработать, поскольку хранить на улице общественные линии не хочется будоражить. Ну, и скоро дожди пойдут, не очень будет приятно работать. Поэтому, будем форсировать работу. Но, как образец, покажем просто, как идет работа на этой заготовке. Это будет чаша с корой. Кора здесь не очень выразительная, но я думаю, что даже если она отстанет или будет плохо смотреться, ее можно просто оторвать и просто останется натуральный край. Чаши такой формы, они хорошо раскупаются. Лучше, чем тарелки, чаши традиционной формы. И их быстрее делать. Поэтому, сейчас на этом примере покажем, как работает и патрон, и резец. Надо кое-что добавить. Дело в том, что я работаю два этапа. Сначала протачиваю сырое дерево, потом сушу, и потом протачиваю начисто. И чем удобно использовать патрон? Тем, что, именно для крепления в распор. Тем, что, когда вы крепите в распор, у вас остается на дне заготовки тонкий слой древесины. Если вы крепили зажим, вам пришлось оставлять значительную часть, довольно толстую, дерево. И этот толстый днищик приводит к тому, что появляются трещины, довольно значительные. Поэтому, лучше крепить в распор. Кроме того, еще можно сказать, что резец и сверла я использую в основном для работы левой кромкой. Правая кромка, поскольку он асимметричный, не очень хорошо показывает себя в работе. Но, как вот при изготовлении чаш, достаточно одной левой кромки. Но это мы сейчас увидим в процессе работы. Так, приступаем. Еще раз повторю, как устанавливается, в каком положении идет резание. Если бы мы резали стамеской древесину, стамеска ставится под углом, ну, в рубанке, режущая часть. Железка ставится под углом 45 градусов. Этот же принцип используем при резании на токарном станке. То есть, кромка режущая должна примерно под 45 градусов быть относительно плоскости вращения. Ну, приступаем. Ну вот. Сразу видно по стружке, что срезается легко. Еще одно удобство в том, что желобок под углом, и стружка ударяется в противоположную стенку от режущей кромки и закручивается. Она не летит в лицо. Это тоже удобно. Я не цилиндрую чашу, а сразу начинаю придавать ей форму боковую. Под углом рез идет легче. И чище получается. Режет замечательно. Большая масса резца. Хорошо выдерживает ударные нагрузки. Если бы резец был сделан диаметром 10 миллиметров, то работать на большом вылете вы бы не смогли. Тут обязательно присутствовали бы вибрации. А так масса плюс жесткость очень удобны в работе. Работать с сырым деревом приятно. Нет пыли, режется легко. В общем, первоначальная часть изготовления деталей, изделия приятная. Резать сухую древесину намного сложнее. Во-первых, тверже, во-вторых, пыли много дает. Ну, в каждой работе есть свои плюсы и минусы. Резать с 2 миллиметров. Резать сахарная цель. Резать сахарная цель. Прокущееänечка. Вяжите с химии. Прокущее твое. Твое. Вяжите сахарная цель. Резать сахарная цель. Прокущее твое. ну вот ну что сказать этот ясень режется хорошо вот даже есть жуки поели под корой но этот декоративность даже придаст сейчас несколько форму изменим более пологую сделаем и выборку сделаем под патрон убрать бороздки скрепером проще всего а достаточно для заготовки под сушку не надо больше теперь сделаем выборку правая кромка заметно хуже режет можно пользоваться но хуже здесь мы работаем вопреки всем теориям резания но другого метода не получается поскольку крепление на шурупах не очень устойчивая здесь мы работаем скриптом здесь чистоты не надо главное получить перпендикулярные стенки выборки чтобы захват паучками был максимальный внутреннее резание более напряженная более нагруженная и для внутреннего резания длинная кромка не нужна поэтому какую часть материала можно выбрать еще этим черновым резцом левой кромкой но потом переходим на более тонкий резец 8 миллиметровый и продолжаем уже точение до до конца но вот то что делает этот резец грубую работу этого уже вполне достаточно для того чтобы считать его вполне работоспособным заметно правая кромка режет намного хуже но патрон идет хорошо большая масса вращается и плавно идет рез ну теперь перейдем на работу 8 миллиметровым резцом но предварительно надо убрать упор в кору дело в том что коробка отламывается зачастую и потом происходит рыбок и может выбросить заготовку поэтому сейчас аккуратненько удалим кору и переставим на новый центр узким резцом очень удобно делать такие вещи ну а теперь сколько удастся выбрать с упором то есть и и и и и и стараемся выбрать как можно больше материала при установленном упоре поскольку тут можно прикладывать и усилия большие и не опасаться того что деталь будет выброшена но рез таким образом нагруженный получается нагрузки большие поэтому здесь и не нужна длинная кромка дерево заметно твердое ясень твердое не уступает дубу теперь уберем упор теперь уберем упор и изменяем на твердое дерево не режется трудом несмотря на то что еще влажное Ну ничего, справимся. Чуть-чуть. Ну окончательно пройдемся скрепером, выровняем поверхность. Ну достаточно, как для сушки. Кора отламывается. Значит, ее надо будет удалить. Да, она не держится. Ну ничего, без коры тоже имеет декоративный вид. Тем более, что и кора здесь не очень красивая. Вот, можно будет сразу удалить ее. А вот, полоскоголцами. Таким макаром. Ну, она хорошо удаляется. Чтобы лишнее не сушить, будет нормально. Ну вот, закончили проточку. Что можно сказать? Я доволен этим патроном. Доволен его работой, плавностью, прочностью повышенной. То есть, для массивных заготовок. Вполне меня устраивает. Мне не надо импортные, специальными губками. Вполне мне хватит этого патрона. Ну, а для мелких изделий, салонки, там, небольшие тарелочки. Вполне достаточно будет 80-ки. То есть, когда есть у вас возможность маневрирования, это всегда удобно. Так что, будет ему работа и будет эксплуатироваться. И мне уже он нравится. А что касается резца из сверла. Ну, сами видели, режет он замечательно. Левой кромкой. Что еще в нем положительно? Это то, что не надо выбирать желобок. То есть, если вы делаете самодельный резец, скажем, из хвостовика фрезы, вам надо выбрать желобок. А здесь желобок уже готов. То есть, при правильной заточке, ну, изготовление не занимает много времени. Кроме того, оказывается, есть еще и левые сверла. Правое сверло – это вот канавка повернута вправо, а левое – повернуто влево сверло. Эти сверла, левые, применяются в основном для ремонтных работ. Когда надо удалить сломавшийся или заржавевший болт, то левое вращение позволяет высверлить отверстие и в то же время выкрутить оставшуюся резьбу. Ну, а также левыми сверлами сверто-длинные каналы в чугуне, алюминий. Не знаю, чем это вызвано, почему это лучше левая резьба. Но, во всяком случае, эти сверла есть. Можно найти при желании, если кому-то надо работать правой кромкой. То есть, иметь два сверла, два резца. Один для левой кромки, один для правой. Можно будет выбирать. Ну, правда, левое сверло дороже. Ну, хватит надолго, если одно сверло купить. Так что, вполне работоспособный этот вариант этого резца. Ну, и патрон в паре. Конечно, они позволяют делать большие массивные заготовки. То есть, по максимуму моего спинка 250 миллиметров можно делать в чаши. И не бояться срывов, не бояться получить травму. Ну, вот такие итоги. Будем дальше продолжать. Ну, намещается какой-то кризис жанра, поскольку точение, в общем-то, не располагает многообразными формами. Здесь довольно ограниченный круг форм и приемов. Как бы повторяться не хочется. Но, мне кажется, самое главное в этом точении, это применять теорию резания древесины. Поскольку наблюдение за работой наших и зарубежных мастеров показывает, что, в общем-то, передается как бы опыт положения резца, но к нему не прилагается понимание того, как идет процесс резания. По-моему, это самый важный момент точения. То есть, когда вы понимаете процесс резания и делаете его правильно, у вас, во-первых, идет легче рез, во-вторых, получается чище и здесь. Ну, и в-третьих, понимание процесса резания позволяет вам самому изготавливать резцы. То есть, не идти методом проб и ошибок, как я смотрю. Ну, в общем, люди убивают годы на то, чтобы найти какой-то супер резец, но абсолютно не понимая, как он режет. То есть, идут поиски материалов, поиски каких-то форм новых. Ну, тут все довольно просто. Ну, правда, Эдисон тоже работал методом проб и ошибок, но он делал по 2000 проб. То есть, жизни может не хватить, чтобы найти хороший резец. Ну, а эта тема резания, она довольно нудноватая, но мне хочется сделать ее более такой живописной и показать на пример. И когда, я думаю, что это будет значительное продвижение вперед, если вы освоите приемы и понимание резания, то вы сможете легко работать. Ну, для этого надо показать еще и работу рубанком. То есть, довольно много. Я сейчас в процессе обдумывания этой темы, ну, думаю, что не за горами сниму. Ну, в одном видео, наверное, мы не вложимся, но в два-три видео на эту тему сделаем. Так что, успехов всем в работе. До новых встреч в старой голубятне. Продолжение следует... Продолжение следует...